В нынешний век современной музыки и замысловатых аранжировок может показаться, что с большой сцены ушел один из самых народных инструментов – гармонь. Но это вовсе не так. Конкурс «Играй гармонь, звенича стушка», который прошел в день пожилого человека 1 октября во Дворце культуры, собрал немало поклонников этого музыкального направления. Поздравить пожилых людей с праздником пришел начальник управления социальной политики по Верхнесалдинскому району Александр Балакин. Позвольте мне от имени министра социальной политики Звердловской области Андрея Владимировича Злаказова поздравить вас с этим замечательным днем. И прежде всего поблагодарить за тот огонек, который вы задержите у себя в сердцах и в принципе поддерживать такую обстановку. За тот вклад в развитие конкретно города Нижняя Салда, за то, что вы никуда не уехали, а остались здесь поднимать магнитку, строить город, его благоустраивать и посещать, может быть, в сфере работы в органах здравоохранения, образования, в сфере городской культуры. Я не знаю, как это забыто сегодня в сфере торговли и бытовки, поскольку сегодня у нас этого нет. Вот поэтому от всей души я хочу всех ветеранов поблагодарить за тот труд, который они положили. А между тем конкурс начался. И в нем приняли участие лучшие гармонисты города. Открыть мероприятие поручили самым юным участникам. Однако своими талантами порадовали не только молодые дарования, но и гармонисты со стажем. Мы с тобой поем на Божьянку, на карьере там, где карасит. Будет удивительная рыба выиграть, плёс такой, что успевай точить. Мой Антошка друг, ты расти мой внук, радость ты моя ненаглядная. Валерий Акимов с Баяном не расстается уже более полувека. Удивлять зрителей своей виртуозной игрой ему приходится далеко не в первый раз. Со своими выступлениями он бывал в Москве и Краснодаре, а в родной Нижней Салде частый гость на свадьбах и юбилеях. Начал в пять лет на гармонии, потом в музыкальную школу пригласил Евгений Иванович Борисович. Вам надо дарить учиться, за руку привел и вот так началась моя музыкальная карьера. Сегодня гармонии заслуженно забыто, сетует музыкант и многие с ним солидарны. А ведь когда-то этот музыкальный инструмент был настоящей ценностью, а умение на нем играть значило многое. Посмотреть на игру лучших гармонистов города в этот день из деревни Нелоба специально приехала Зинаида Ивашкова. Во времена ее молодости, говорит женщина, играли на гармонии мало. Мы работали всю жизнь до яркой. Утром в пять часов встанем и вечером в двенадцатом часов приходили. А гармонии где у нас? Гармонии-то не больно было. 8 марта, Новый год праздновали. На праздники немало аплодисментов сорвали и частушечники. Наши жизни перемены, время быстренько идет, и опять на этой сцене бабсу дарушку поет. Мы веселые подружки, жить не можем, без вся штуки. Каждое выступление конкурсантов срывало бурные аплодисменты зала, ведь чем подкупают публику гармонии частушки, так это душевностью. Казалось бы, простые мелодии и слова люди знают наизусть, но все равно готовы их слушать снова и снова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!